В 15-й раз в Чите прошел турнир по хоккею с мячом в памяти Владимира Потапова. В соревнованиях приняло участие 150 спортсменов, а это 13 детских и юношеских команд из воспитанников спортивных школ города. С мячом интереснее играть, чем в шайбе, потому что с мячом можно много чего интересного делать, что с шайбой не получится. Например, можно жонглировать в игре. Удары очень хорошие. Шайба и максимум броски. Команда сильно играет, будем с грессом хорошо, заруба будет. А так, главное, на игру только победа. Мне зачем приходить сюда с таким настроем, потому что ты проиграешь. Не только поболеть, но и самим побороться за победу пришли и девушки. Кристина влюбилась в этот спорт благодаря своему дяде, за чьей игрой она наблюдала в детстве. Не все же мужчины будут играть в хоккей. Девочкам тоже это интересно. Ну, если ты начал, тебе понравилось, значит, ты должен идти на свои цели, дальше продолжать это развивать. Турнир неспроста носит имя почетного жителя города Читы Владимира Потапова. При жизни он активно поддерживал спорт и мечтал развивать за Байкалье русский хоккей. Его дело сегодня продолжает его сын. Понимаете, за 15 лет сколько уже детей поиграло, сколько выросло, кто сейчас играет, кто учится, кто служит. Но, тем не менее, они благодаря, наверное, хоккею стали настоящими мужиками, настоящими защитниками Родины. А если брать вообще историю, с чего начинался русский хоккей? Из-за того, что в Халбоне, в Шилке заливали лед, мужики собирались, стругали клюшки и играли в хоккей. Поэтому он называется русский хоккей. Администрация города Читы активно поддерживает физическую культуру и спорт в краевой столице. Проводится множество физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе и по таким видам спорта, как хоккей с мячом, который давно завоевал народную любовь. Реализация мастер-плана города поможет упростить эту задачу. Мы сегодня перекладываем максимум усилий для того, чтобы развивать спорт, потому что в том числе нам помогает в этом федеральный центр. Президент поддержал мастер-план развития нашего города до 2030 года, в рамках которого у нас будет строительство и реконструкция многих социальных и даже, будем так говорить, в первую очередь спортивных объектов. Будут строиться по-прежнему модульные залы, у нас будет реконструкция существующих спортивных залов. Но не буду уж говорить о том, что и образовательных организаций, учреждений культуры, то есть модернизация вообще в целом системы социальной. Даниил Батвинский, Владимир Николаев, РТК Забайкалья